здравствуйте мои дорогие подписчики гости моего канала вас приветствую татьяна и сегодня мы с вами вместе будем готовиться к светлому празднику пасхи христовой и будем окрашивать яйца как раз вот это это один из таких ритуалов уже можно сказать привычных наших подготовка таких блюд ритуальных как вот крашеные яйца пасха сама творожная и кулич вот сегодня мы займемся изготовлением покраской мраморных яиц что нам для этого нужно но во первых нам нужны и сами куриные яйца яйца вот небольшое количество изела их помыла они все равно с какими-то штрихами но не суть нам нужно луковая шелуха вот она у меня тут и красная и желтая я уже измельчила она нам нужно будет вот в таком виде вы поймете сейчас почему кроме того нам нужно будет соль обыкновенная и растительное масло нам нужно будет зеленка нам нужно либо марля либо вот я приготовила вот такой кусок старые тюля мне в ней нравится почему больше отверстия получаются больше рисунок интересней старые куски вот такой примерно кусок ну но на одну яйцу и нужны будут такие же небольшие из этого же материала завязочки вот такие вот вырезанные либо можно использовать канцелярскую резинку для этих целей вот это основное что нам понадобится самое главное конечно шелуха и и можно готовить вот заранее меленько порезать на такие видите я кусочки ее порезала и мы приступим того я приготовила еще вот такой отвар из ягод терна у меня был замороженный терн и мы попробуем не только с зеленкой сделать но еще использовать вот такой природный краситель и я это все процежу и мы отварим яйца потом в таком фиолетовом цвете и сейчас мы начинаем подготовку очередного яйца мы берем яйцо замакиваем его в воду как следует и кладем вот в эту тарелочку надо чтобы шелухи прилипло как нормально затем мы перекладываем вот на эту подготовленную ткань и где у нас не хватает мы ее просто подсыпем она прилипнет сейчас помельче и дальше мы ничего страшного мы сейчас когда завяжем вот эти все части шелухи они прилипнут к яйцу и аккуратно вот так начинаем завязывать поплотнее чтобы нигде ничего у нас не оттопыривалась завязываем подтягиваем если не плотно везде аккуратнее не раздавить яйцо завязываем и лишнее уберу я взяла такие большие куски потому что они у меня просто были уже что-то делали из них и вот они остались вот я их просто убираю получается вот такой вот мешочек лишняя ткань она тоже не нужна и вот таким образом мы поступаем со всеми яйцами которые мы решили покрасить и на которые нам хватит шелуху шелухи почищенной вот как только мы ее используем процесс закончится я хочу половину яиц попробовать сделать все в зеленке половина в сиреневом отваре вот черно таким образом я поступаю со следующим яйцом опять мы берем яйцо воду его как следует шелуху от того как прилипнет шелуха зависит рисунок если будет больше шелухи будет мрамор разноцветнее и красивее если шелуха будет очень большими кусками ну просто будут большие участки прокрашены в один цвет и будет уже не так много разводов поэтому так вот оказалось у меня не готова веревочка сейчас я это быстро исправлю вот она прилипла она сейчас вся шелуха которая на ткани она снова к яйцо вся прилипнет вот я ее плотнее стараюсь чтобы прокрасилась получше через ткань вот бывает и так удача прямой эфир так нужно поплотнее со всех сторон чтобы не было каких-то прогалов тогда рисунок будет красивее вот через эту сетку будет лучше проходить раствор раствор и будет красивый рисунок и здесь вот нужно чтобы достаточно было плотно иначе ну все будет сюда затекать лишнее мы уберем вот у нас получилась вот такая вот тарелочка я сделала по три яйца вот такие получились яйца в мешочке три яйца вернее все 6 яйца сейчас отварю в обычной воде добавлю соли чтобы яйца не треснули налью холодной воды положу туда яйца добавлю соли и проварю пять минут затем там где останутся три яйца в эту воду я добавлю зеленку вот этот пузырек а другие три яйца я буду варить в отваре терна сейчас я этим и займусь для варки яиц беру вот такую старую емкость хотя зеленка в принципе хорошо очень отмывается соды обычной и бросаю вот такой кусочек соли чтобы яйца не потрескались и укладываю их нужно посмотреть чтобы они были покрыты если будет воды мало я просто добавлю и нужно чтобы они все намочились сейчас чуть-чуть добавлю водички и поставлю варить с момента закипания 5-7 минут достаточно а затем будем в эту воду добавлять зеленку вот прошло пять минут сейчас три яйца я выложила в другую кастрюльку где у нас фиолетовый насыщенный отвар терна а сюда вот в эту воду где варились все яйца я добавлю пузырек зеленки у нас такой красивый насыщенный цвет это терн отвар три яйца здесь отвар уже был горячий чтобы яйца переложить из одной посуды в другую безболезненно можно было и десять минут сейчас все это будет вариться вот сюда и добавляю вот бриллиантовая зелень пузырёчек вот видно что он добавлен и десять минут еще варим вот такая вот насыщенная бурая вода бурлит в кастрюльке это зеленка вытащила я яйца вот прошло десять минут видите зеленая ткань они еще вот горячий идет дым сейчас я их промою под проточной водой промывать их нужно не боясь уже все что нужно закрепилась их промыть и будем снимать вот эту вот тряпочку нашу сейчас я их буду развязывать и посмотрим что тут у нас вышло нам их придется все равно еще сполоснуть вот уже видно какое получилось яйцо видите вот там где у нас было больше шелухи так получился вот такой вот красивый мрамор там где ее было меньше больше вот такого по краю прокрашенного цвета ну в принципе очень даже красиво сейчас мы так поступим со всеми яйцами до завязала ее на совесть снимаем аккуратненько эту шелуху которую можно снять и будем смотреть что у нас тоже вот видите очень красиво уже видно что это прям очень-очень красивые яйца будут сейчас я их сполосну и мы их натрем растительным маслом очищу сейчас еще одно яйцо чтобы не занимать ваше время и мы посмотрим уже на чистые яйца смотрите какая получилась красота поближе это вот я их просто сполоснула видите какие вышли клевые яйца в принципе немножко повозится но очень-очень красиво сейчас они остынут вернее сейчас я их обсушу салфеткой полотенчиком мы с помощью растительного масла их натрем и они будут блестящие красивые пока они обсыхают я вытащу и посмотрю что у нас получилось с терновыми яйцами все все и все 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 вот я беру яйцо и хорошенько вот так вот его промазываю видите диск чистый нету тут никаких красок вот кладу его так плестит таким же образом поступаю со следующим яйцом натираю немножко его и растираю масло вот все чисто вот такое красивое яйцо укладываю следующую очень много масла надо все таки яйца которые в зеленке и где было шелухи много они получились вот такие вот яркие нарядные красивые поэкспериментировать можно знаю что красят яйца и в чай во тварь каркаде так вот мы вот хочу показать вам результат нашей работы вот эти три яйца это яйца покрашенные с помощью зеленки поближе поднесу вот такой получился красивый мрамор сейчас они уже намазаны растительным маслом а вот эти дальние три яйца это яйца покрашенные с помощью отвара терна я думаю что вместо отвара терна можно использовать и отвар черники у кого она есть и отвар смородины они дают очень красивый цвет и вот такие получаются интересные яйца мне очень понравилась работа вот на этом яйце я еще и поэкспериментировала я его в последний момент взяла и опустила в зеленку видите попала вот такая вот зелененькая полоса зеленые фрагменты вот вышла вот такая вот красота вот такие получились яйца к пасхе вот это вот троица это у нас с зеленкой вот такие вот красивые вышли это у нас с помощью терна покрашенные в последний момент я их тоже вот бросала в зеленку в отвар в котором вот эти вот у нас лежали вот такая получилась красота если кому-то мои советы мое видео поможет понравится буду очень рада заходите на мой канал подписывайтесь ставьте лайки забегайте в гости пишите комментарии буду вам очень очень признательна всем пока так и здорово то все допустим и ну и